Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, продолжаем нашу недельную главу Дворим. И Тора опять возвращается к событию с разведчиками. Всевышний вам сказал, что идите в страну, идите, овладейте ею. И написано, что мы сказали, пошлем людей перед собой, чтобы разведали нам страну и рассказали вам о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которых нам идти. И понравилось мне слово это. Маше говорит, мне понравилось это. И взял Маше 12 человек. Мы из вас знаем из Лавы Шлах, что каждый из них должен быть вождем. Самых лучших людей взяли. И сказали им, чтобы они посмотрели страну, посмотрели города, посмотрели людей, посмотрели плоды этой страны, и чтобы принесли мы плоды оттуда. В общем, разведчики получили определенное задание. Для того, чтобы нам было легче завоевать эту страну. Вот такая разведка. Пошли эти люди и были в 40 дней в разведке. За эти 40 дней они видели все. Мы знаем, что когда пришли разведчики, они описали страну, что она хороша, что она прекрасна. Но написали, что силен народ, который в ней. И напугали нас. Написано, что люди поверили им. Увидели плоды, которые принесли разведчики. Мы читаем в Лаве Шлах, что взяли гроздь винограда и понесли ее на шесте вдвоем. Что это за гроздь винограда такая, что понесли на шесте вдвоем? И наши мудрецы говорят, что это она весила 960С. Это около тонны. Как можно ее на шесте понесли вдвоем? И пишется, Медраж пишет, что их было 8 разведчиков. Взяли эти плоды. В общем, в гроздь винограда взяли 8. А двое взяли инжир. Один взял инжир, другой взял гранат, которые были тоже по 50 килограмм по одному таланту. Вот весом были. Как ее принеси, мы не знаем. Даже есть Медраж, который пишет, что у каждого был свой оруженочный, и несли в гроздь 16 человек. Конечно, когда мы увидели такие плоды невероятных размеров, и они говорят, что силен народ, и люди, которые видят, это люди великаны. И это действительно было правда. Написано, что плакал народ в ту ночь, и Всевышний сказал, что вы плакали в эту ночь напрасно. Теперь в эту ночь будете плакать не напрасно. Это ночь на 9 авгу. У нас в эту субботу 9 авгу. Страшный день. В этом случае, конечно, пост переносится на следующий день. на ее Мрешон. В общем, Калев поступает так. Калев и Егошу, они разодрали свои одежды, сказали, непременно взойдем. И нам по силам овладеть этой страной. И эти люди, это хлебность, это пища для нас. Будет с нами всесильный, нет никаких с ними проблем. Мы их победим. Но народ ополчился и решили забить камнями. И получается, стоит Егошева, стоит Калев, стоит Маше и Огорон возле шатра Откровения. И народ готов убивать. И пишется, что слава Всевышнего явилась. И Всевышний спас, спас наших святых. Маше, Огорон, Калев и Егоши остались живы. И кончилось с тем, что люди, которые возносили злую молву на страну, которую высмотрели, они погибают. Видно. Морбл, или что-то случилось, они умерли. Эти 10 разведчиков. Всевышний их назвал злым обществом. Из-за того, что назвал 10 разведчиков злым обществом, мы из этого узнаем, что общество это 10 человек. Это миньян. Если мы читаем молитвы, они очень хорошо доходят наверх, если мы читаем их именно в миньяне. Если нас 9, даже какие бы праведники не были, молитва услышана так не будет. Только очень сильная молитва должна быть, если человек молится не в миньяне, чтобы Всевышний ее услышал. В основном не доходит. Но молитва 10-х человек, даже они просто обычные люди, не являются никакими праведниками, но всегда эти молитвы слышатся. Поэтому ценность миньяна очень большая. И говорит Маше, передает, что раба моего Калева, за то, что в нем был дух иной, он войдет в эту страну. И он овладеет ею, и будет он полностью награжден за это. За Егоша в этой фразе даже не стоит. А потом уже говорит и за Егоша, что Егоша тоже удостаивается жизни в новой стране, в стране Кнаан. И мы знаем, что Егоша было очень тяжело выставить в разведке. Поэтому Маше ему добавил букву. Когда Сарай стала Сара, то одна буква Юд ушла. Авраам стал Варагамом, а она стала Сара. Так эта буква Юд сейчас была добавлена к Ошеву, он стал Егошеву. И это ему хватило силы, чтобы он выставил в разведке. А так, конечно, он мог бы тоже не выставить. Настолько сильные аргументы были у этих разведчиков. Они понимали, что по пророчеству Маше уходит, он с нами не заходит в страну. И они понимали, что сейчас они руководители народа. Можете себе представить, у человека почти не 200 тысяч человек. Если взять, там, мужчин, там, колено были и по 70 тысяч человек, и 80, так у Иосифа, 87 тысяч. И, естественно, соблазн очень большой. То есть дети, женщины, старики, это он как царь был. А теперь сейчас Егоша станет руководителем новым. И он поставит своих людей, мы бы им не кем-то решили сказать так правду, чтобы люди испугались. Они говорили все слова правды, но эта правда была именно той правдой, которая как грех был. Потому что пишет Рамбам, что человек может быть злодеем в рамках Торы. Он может всю правду, но так ее объяснить, что это будет настоящее злодейство. Вот это они сделали. Из текста Торы мы это с вами не определим. Просто когда Всевышний нам пишет, что возносили они злую молву на страну, которую вы смотрели, вот из этих слов мы понимаем, что они сделали плохо. После этого Всевышний сказал, все, отправляйтесь, в пустыне будете жить 40 лет. Что мы делаем? Мы говорим, нет, Всевышний нам говорил, идите в страну, овладевайте ее, мы теперь поняли, мы пойдем. Маше говорит, что Всевышний с вами не пойдет и вы будете поражены врагами вашими. Мы говорим, нет, мы пойдем все равно. Получается, Ковчег не пойдет на войну, идите, обходите гору Сьир, там, пустыню, ходите в пустыню 40 лет, мы нет. Получается, все равно, вдруг, мы такие смелые, мы идем воевать на мировую войну. Тут один Амалек на нас напал в Рифидиме, когда мы говорили, есть ли Бог среди нас или нет, и он нас убивал, и мы сделать ничего не могли. И Егоша воевал против них, всем народом, это около 600 тысяч воинов, против Амалека. Если Маше поднимал посох ко Всевышнему, молились сильно, одолевал Егошу. Если силы не хватало у Маше, одолевал Амалек. Пока огромный хор не подложили под Маше камень, держали с ним посох и ослабил Егошу Амалека силой меча. Так это был один Амалек. А теперь что надо делать? Надо идти на войну. Против кого? Против того же Амалека, он первый из народов. После них идет цари Эмарейские Ог и Сихон тут же рядом, великаны, и еще надо напасть на 31 Кнанейского царя. Мало того, что ты нападаешь фактически и на Лота, на его потом, на Маав, который давно уже захватил царь Эмарейских Сихон, и он его в подчинении до потока Арнонны, вся страна Маав досталась Сихону. Получается мы воюем и с Исавом, и с Маавом, и с Эмарейскими великанами, мы воюем и с Кнанейскими царями, мировая война, и мы говорим мы такие смелые, мы пойдем во всем и говорит нет, вы потерпите поражение. И точно мы пошли на войну и выступили Эмарей, вжившие в тех горах против вас и преследовали вас, как делают пчелы и поразили вас у Сиира до хормы. Мы говорим что такое? Что это написано на Эмарее? Мы же читаем в главе шлах вышли к Нании и Амалекитяне и преследовали вас и громили до хормы. Как же так? Причем здесь там одни здесь другие и те и те и те по-другому никак. И представляют как делают пчелы а чего не шершни? Всевышний Зоон пишет в главе Экэм что шершни есть которые будут убивать врагов ваших я их пошлени в расчелени скалолосе враги спрячут все равно поубивай их эти шершни мы знаем что это страшная оса она бьет как раскаленный гвоздь у нее сжало и кусает нам многократно сколько хочет но за минуту 40 пчел убивает несколько таких укусов и человек просто будет поражен нет пишет пчелы и бедраж пишет большие трава пишет пишет что пчела кусает и сама погибает от одного прикосновения а человек остается живой вот мы пошли на войну уверены что наш папа нас не бросит то есть получается что мы все таки верующие хоть мы не хотим жить как всевышний говорит а хотим делать что мы хотим и чтобы нам ничего за это не было и мы понимаем что нас так не отдаст нас они кусали а сами погибали то есть если нас 600 тысяч вышло на войну если нас по одной пчеле укусило 600 тысяч врагов легло а если пчела ж не кусает как шерш а если по 10 мы тоже укуса выдержим то мог всевышний миллионами положил но мы все равно и вернулись пишется и плакали с войны мы вернулись целые и плакали а всевышний сказал все равно хоть вы хотели за меня воевать но вы будете жить в пустыне как я сказал будете 40 лет жить в пустыне вот так вот и вернулись и плакали и написано что и оставались в Кадеше многие дни столько же дней сколько провели раньше а сколько мы провели раньше То есть, если в Кадеше мы жили до того, как умерла Мирьям. А она умирает в первом месяце уже последнего года в пустыне, сорокового. Так получается, нам известно, что первый год мы прошли 14 стоянок. После смерти Ахаронова прошли 8 стоянок, 22, а всего было 42. Вот 20 стоянок. На одной стоянке мы жили 19 лет, как Раши пишет в благосостоянной памяти. И на остальных 19 стоянок погоду мы жили. Вот так он пишет. Вот так вот. Поэтому, как бы Настя сильный не любил, предел всему есть. Он нас всегда жалеет и не отдал нас и в этом случае. Но вести себя надо достойно. Вот так вот. Потому что мы показали, что хотим жить, как мы хотим. Но нет. Теперь поучитесь 40 лет в пустыне. После этого мы придем в страну к нам. И на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова бен Ахума, моего дяди Волгиры бен Григорий, мой брата Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Герш, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бот Йосиф, За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина перв бот Сони Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бет Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мэйль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина бот Ури, Ароны рей бен Ури, За хороший дух Ароны рей бен Двойра, Динес бен Ахум, Авигаль бот Сара, Парнаса и Брюют, Владир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Делитесь этим видео с друзьями, Всем браха Парнаса Кавана, Мазал то, что мы это время не грешили, Изучали Тору, До следующих встреч, Надеюсь, у нас встретится завтра, 15.30, Блин Эдер, Всего самого на лучшего, До свидания.